Тверской парк Победы будут развивать. Перспективы преобразования излюбленного места отдыха тверичан обсудили на заседании общественной городской палаты. Что конкретно будет изменено, выяснила наша съемочная группа. На заседании отметили, что сейчас парк находится не в лучшем состоянии и требует преобразований. В первую очередь речь шла о проектировании, чтобы понять, как будет выглядеть место отдыха горожан. Общественники отметили, что необходимо привлечь специалистов, которые учтут все мнения и организуют пространство в соответствии с пожеланиями тверетян. На мой взгляд, парк должен быть все-таки общественным пространством. Он должен быть комфортным для людей. Соответственно, все элементы, в том числе, о которых мы говорили, инфраструктуры и по идее, и по общественным удобствам и так далее, они должны быть в первую очередь. Поэтому на сегодняшний день я верю, что мы в каких-то элементах обязательно продвинемся. Во время заседания общественники предлагали различные варианты преобразования Парка Победы. Так, одним из предложений стало добавление техники к уже имеющемуся музею под открытым небом. Также предлагалось создать учебный центр для юноармии. Напомним, что сейчас уже установлены танк Т-34, две гаубицы времен Великой Отечественной войны, а также танк Т-80 и истребители МиГ-25РБ. Однако, как отметил депутат Тверской городской думы Дмитрий Гуменю, начальным этапом преобразований должно стать благоустройство парка и организация общегородских массовых мероприятий. Может быть, обсудить площадку для массовых мероприятий. Я не знаю, там присяга ли это будет или там танцплощадка, но по факту она такая должна быть в этом месте. Со стороны депутатов, либо частных инвесторов, сейчас первая задача – это сформировать деньги на проектирование. Я думаю, что это относительно небольшие деньги, и там из депутатского фонда мы это найдем. По итогам все пришли к выводу, что преобразование парка Победы требует системных решений. Все предложения будут учтены и выработана единая стратегия развития. Ожидается, что первые изменения жители и гости областной столицы увидят к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.